Отопительный сезон идет полным ходом и пока что серьезных температурных испытаний не было. Можно сказать, что котельная новая энергетика выдает необходимые параметры для оказания качественной услуги населению южной части города. Но все пять теплообменников до сих пор не запущены, моют их по-прежнему вручную. Оборудование для мойки не закупили, пояснила главный инженер новой энергетики Надежда Сидорова. Цена вопроса аж 35 тысяч рублей. Обещают на этой неделе все же решить эту проблему, которая существует уже больше месяца. А вот как будет решаться вопрос химводоподготовки, на установку которой потребуется 7,5 миллионов рублей, пока не ясно. Мы собираемся все-таки продолжить отношение с Уральским политехническим институтом. То есть ту работу, которую мы начали выполнять, мы ее должны доделать. И я думаю, что это решит все наши проблемы по поводу химводоподготовки. То есть вода в лабораторных условиях была доведена до питьевого качества. Соответственно, сейчас, если финансовая сторона нам позволит, мы продолжим работу и в течение месяца-полутора месяцев мы эту проблему решим. Продолжают коммунальщики устранять утечки на сетях. Еще на прошлом заседании штаба руководство МУП ЖКХ Полевское сообщило о том, что обнаружено место утечки в районе плотины Верхнего пруда. Но ее до сих пор не устранили. Ждут поставки ремонтных хомутов. Пока есть утечка, происходит размыв тела плотины. Поэтому необходимо до конца недели устранить утечку. А пока инженеры и чиновники думают, как вынести водоводы из тела плотины. Правила не допускают нахождения этих трубопроводов в теле плотины. То есть ее вариант следующий, то есть это прокладка по дну пруда этих двух водоводов. Да, этот вопрос достаточно дорогой, но он единственный, который правилами на сегодняшний день предусмотрен с ее слов. Но дело в чем, как бы в ходе беседы нашей с ней было выяснено, что происходит предпроектное обследование по муниципальному контракту, происходит предпроектное обследование плотины Верхнего пруда. Цель этого предпроектного обследования, это опять же в рамках муниципального контракта создание проекта на реконструкцию данной плотины. Глава города Константин Поспелов еще в сентябре просил подготовить специалистов план работ по решению коммунальных проблем южной части города. На прошлой неделю руководители организации предоставили свои предложения. Ознакомившись с ними, Константин Поспелов был крайне недоволен составленными планами. Я получил вместо того, чтобы нормальные, вы же руководители, опытные руководители, я ждал от вас каких-то таких разложенных по календарю, с материальными затратами, с какими-то рисками, с какими-то ожиданиями, план действий по решению ваших вопросов. А дождался перечень проблем, которые мы знаем уже все наизусть. Мне это зачем в десятый раз? Скажите мне это, пожалуйста. В протокол заседания было записано подготовить качественный план по решению существующих проблем. 21 ноября запланирован комитет по городскому хозяйству, где конкретный качественный план работ должен быть представлен. На данный момент такого плана нет. К следующему заседанию штаба глава города потребовал решить этот вопрос. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.